Здравствуйте, друзья! С вами Паша Приман на связи, и это продолжение рубрики «Лучшие бои», которая у нас немножко обновилась. И теперь я его делаю более в лайв-формате, просто беря момент боя и стрима, и немножко озвучивая некоторые моменты. Сегодня у нас с вами будет карта Карелия, которую я, кстати, очень сильно не люблю, особенно когда она попадается на топовых боевых рейтингах, ибо там начинается просто тупо стоялого, и никакого нормального адекватного геймплея вы там не увидите. А вот на низких рангах более-менее нормально там катается. Ну а я попал туда на боевом рейтинге 6,7 за американцев. И в сетапе у меня будут такие машины, как Т-34 американский, Т-30 акционка со 155-мм орудием, и Т-92, и два самолета, премиумный Тендерболт и Ф-2Г1. И вот таким замечательным сетапом я буду воевать на этой карте. Вкратце вам скажу, что все машины, в принципе, которые я взял, довольно неплохие, играются хорошо, даже Т-30 последнее время меня начала удивлять, хотя у нее и перезарядка достаточно долгая, при этом снаряды не всегда уничтожают противника. Иногда происходит тундра, поэтому вы можете получить на ней попу боль, но в целом она хороша. Американская Т-34 просто прекрасная. Я вот не знаю, вышел ли уже обзор на нее, у меня просто он собирался выходить. Когда-то там давно, я его больше месяца назад на момент записи ролика сделал, но еще не выложил. И вот лучший бой вот на нем, если вам интересно посмотреть на этот танк в обзоре именно, то обязательно гляньте. И Т-92, неплохой с одной стороны танчик, он легкий, без брони, конечно же, разумеется, зато с хорошей подвижностью, и вроде бы как с хорошими снарядами, но периодически у него урон не проходит, и это немного бесит. Да и вообще в целом кумулятивы на вот этих вот бывых рейтингах, они достаточно рандомные, и надеяться на то, что вы кого-то будете ваншотать каждый раз, попадая по нему, ну, наверное, не стоит. Пробить пробьете, а вот урона можете не нанести, к сожалению. И учитывая, что карта достаточно маленькая, я тут буду кататься рядом со скалами около своего респауна, а также буду стараться подъезжать на центральную часть карты, в надежде что-нибудь захватить. Но у меня это будет не очень хорошо получаться, противники будут стоять на респауне, или закатываться на какие-нибудь холмики, скалы и так далее. В общем, никакого активного геймплея здесь, к сожалению, практически никогда не бывает. Опять же, только на низких бейерах, совсем на низких, типа 2.0, 2.7, там что-то вот такое. Эта карта играется. И большую часть боя я буду применять именно авиацию. Для меня лично, вообще, этот бой даже показательный. Возможно, я даже, наверное, могу уметь летать на самолетах. В целом, у меня это всегда плохо получается, но этот бой покажет, что я, в принципе, могу хоть что-то сделать. И, наверное, стоит подзаморочиться с авиацией, поучиться на ней летать, поучиться штурмить, потому что сбросы на этом карсере у меня, например, очень плохо получались, учитывая, что там бомбы по тысяче фунтов, они у меня все мимо куда-то улетали, и я никого забрать не мог. В общем, приятного всем просмотра. Это же крыс. Игроков имеется в виду, которые сидят, и нихера не делают целый бой. О, тысяча фунтов, как она называется, не забрала. БМП-шку. Тысяча фунтовка. Тысяча, сука, фунтовка. И тигра не забрала. А я перебросил, что ли, так сильно? А-а-а. А что они так далеко бомбы-то летели? Я что, вроде, вертикально прям сбрасывал, а по идее на них он должно упасть. Убирайте самолеты. Пульсер. Шторар. Йелло, я все пробовал. Кроме Е100. Ну да, он резался на самолете и просто улетает на 10 километров куда-то за картоном. Внимание на обозначенный сектор. Он все еще улетает. Внимание на обозначенный сектор. Все еще вылетает. Он только сейчас начал разворачиваться, когда увидел, что я за ним не лечу. Понятно. Все, стадион со вторым закончили. Ему сейчас плохо. То есть у второго плохо, хотя машина хорошая. Хотя, с другой стороны, блин, у нее всегда был рандомный урон с кумулятивом. Еще реактив какой-то появился. Критические повреждения. Вы знаете, критические повреждения самолетов. Критические повреждения самолетов. Это наше все. Прикольные красоты эти закрылки работают на больших скоростях. Ни хер тут летать. Пожалуйста. Сукунок. Секундок. Як ли сушка, лучше сушку. По идее. Охереть, вы посмотрите. Где они все стоят? Господи. На респауне, на горе. Только на другом типа респауне. И на другой горе. Когда это все закончится-то, епта. Когда люди начнут играть? Объясните мне, пожалуйста. У вас есть ответ на этот вопрос? Который меня очень сильно волнует. Меня реально волнует этот вопрос. Меня беспокоит то, что люди слишком имбецильно играют. Ага. Пошел. На пункте, конечно, с другими самолетами особо не поиграешь. Но он все-таки намного быстрее меня. Ой, нам домашнюю точку захватывают. Как-то мило. А что с амерами произошло? А что это они резко имбецильными такими стали-то сегодня? Интересно. Погорите немножечко, пожалуйста. Это был черриотер, которого забрали. Месторядов уже не осталось. Патронов не осталось. Нифигашеньки. Нифигашеньки. По-моему, пульсер какой-то херней просто занимается. Надо было светануть обязательно. Так, там еще зинитка какая-то стреляет. Надо поднажать враг побеждает. Что за суп-472, что ли? Похож на то. Нет, ЛВКВ это была Но, как бы Я считаю, что я неплохо отлетал Минус 5, 2 самолета, 3 наземки И после того, как меня сбила зенитка вражеская Я взял прекрасный Т-30 В надежде уехать с респауна И постараться захватить точки Потому что команда в этом бою, скажем так Не самая лучшая попалась И буквально играла 2-3 человека помимо меня И именно поэтому необходимо было хоть что-то сделать Для того, чтобы мы не слились уж совсем в нулину 50 рандомный урон у кумулятивов Очень скиллозависимый И зависящий от команды Прям нагнуть на нем кому угодно не получится Как бы сильно вам бы этого не хотелось К сожалению Такова реальность Слушайте, это была, оказывается, БМП Какая-то живая Я ее просто видел Но я думал, что это типа трупак Капец Пам Так, лайки, друзья Не забывайте ставить лайки Поддерживайте канал Подписывайтесь на него Видосики смотрите Сегодня вышел ролик с лучшим боем Тут кого-то слышу Внимание на указанный квадрат Мы захватили большую часть стратегических точек Блин Тупое говно Тупого говна Сейчас произошло С моим попаданием Раньше таран самолетов работал Да Раньше можно было спокойно Тараном самолета Забрать танк практически любой Ой, наши, кстати, точку Вот отбили центральную Надо же И трить колотить В рот и ноги Фак мой мозг Невероятно Так Кстати, ребят Еще раз Хочу обращать Ваше внимание На то, что В последнее время Вы перестали Оставлять комментарии Под роликами То есть раньше Под любым видосом Практически гарантированно Сотка или более Комментариев было А сейчас там Еле-еле 30-40 набирается Типа вы Это Это одна из причин Почему продвижения Канала нет Как бы Это Не стесняйтесь Там Пишите Задавайте вопросы В комментах Я их все читаю Вообще все У меня есть ролики В которых По 400 комментариев Плюсы И я их все читаю Понимаете Некоторые отвечаю Это очень важно Комментарии Это одна из главных Активностей Вообще на канале А если вы там Еще подойти Комментарии Друг с другом Общаться начинаете То есть Типа один Кто-нибудь Написал коммент И начинают На него Отвечать Отвечать Дискуссия какая-то И так далее Это еще лучше Чем просто Оставить один комментарий Когда какое-то Обсуждение Начинается Это реально Это реально Важно Я сейчас Не преувеличиваю На полном серьезе Говорю Это супер Ультра Мега Важно Среднее Время просмотра То есть От начала До конца Ролик Посмотреть Лайк поставить На него И Писать комментарии Три критерия Самых главных Для любого Видеоролика Ой-ё Надо было так попасть Классно Вчера он где В ствол попал И мне еще Очень повезло Что наша команда Захватила точку Хотя бы на зенитке Туда приехали И захватили Центральную точку Б После чего Я смог спокойно Стоять около Вражеского респауна И не давать Оттуда Выезжать Противнику Хорош Прилетела Тема Среди Мы все еще Не выигрываем Прикиньте То есть Ситуация Стала лучше Потому что Два захвата Из трех Но противников Еще много И у них дохрел Не он очков Французский Самолет Хороший Настройки управления Самолетом Пластейшн 4 Нет На геймпаде Очень отвратительное Управление Авиацией Если есть возможность Подключить клаву Мышку Лучше Подрубай клаву Мышку И играй на них Потому что Это полный бред Ну типа Я пробовал Просто Масоньки Летать Хотя В пробном В элите Но не в пробном А Как он Называется В обучении Это такая жесть Это такой бред Оно настолько Нереальное Не понял Он меня увидел И спрятался Или что Похож на то Что Леопард Кумулятивом По мне Попал Моё Да Правда Сидящий На респаунах Это конечно Весело На меня Да Ну куда Ещё Могли Бомбу Забросить Когда Паша Примана Могли Бомбу Забросить Ну и Разумеется Как обычно Долго Это продолжаться Не могло И меня Просто Уничтожает Самолет Бомбой Ну и Далее Я беру Просто Тендерболт И Докатываю Каточку Ну и Далее Я беру Премиумный Тендерболт И Пытаюсь На нём Отомстить Самолетом И Немножечко Поштурмить Наземку Странно Чтобы Инвести Не дали Полетать На современной Авиации Конечно Для авиации Карта Не очень Походила Но Хотелось Быть Хотя Быть Вертолёты Да Там Вообще Много Вопросов Как бы Я В ролике Всё Это Рассказал Показал Обратил На Это Внимание Надеюсь В дальнейшем Как Чё-то Подправят Сделают Поинтереснее Чувачок У нас Точку Б Захватывает Ёпта Мать Ребята Наши Всё Всё Сливаются Всё 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 Рада Улетел Фердинант Уничтожен Точка Захвачена Короче Всё Там Ещё И двое нам надо нашему срочно на точку прям заслать вариантов других нет просто я за штурмили 1 с одной своей жизни но сбросьте вы точку суки на 44 как стоял короче так и стоит даже не понимаю что он может сейчас . захватить мог ему победили последний удар и к сожалению под конец боя разумеется наша команда сливается потому что в 23 человека затащить толпу овощей практически невозможно именно поэтому друзья я вас еще раз призываю играйте активно захватывайте точки не стойте вы на месте блин старайтесь пожалуйста кататься по карте чем чаще вы будете это делать тем чаще вы будете побеждать если бы мы выиграли этот бой то результат был бы намного намного лучше и я надеюсь что вам ролик понравился поэтому вы наверное досмотрели его до конца если это так ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте подписываться на все мои социальные сети особенно в телеграм-канал ссылочка будет в описании ну а с вами был пошив риман увидимся в новых роликах и на стримах они кстати проводятся почти каждый день всем удачи хорошего рандома и пока пока друзья удачи